Здравствуйте, вы слушаете программу Российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кононыхин. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И Анна Дворецкого. Мы сегодня говорим о мифах и о том, воплотились ли они в реальность, поможет нам наш эксперт. Все знают мифы об Экарии, Дедалии, мифы о Тесее, Минотавре. Я думаю, если уж во взрослом возрасте наши слушатели не очень обращались к древнегреческой мифологии, то хотя бы в детстве, в классе в пятом, точно все проходили. Не говоря уже о мифе об Атлантах и Атлантиде, это то, что... Это уже уровень продвинутых пользователей. До самого начала XX века так называемую Минойскую цивилизацию считали просто фантазией, выдумкой Гомера. Но после археологических изысканий, раскопок, существования этой цивилизации... И вот тут уже двоякое толкование. То ли оказалось вне сомнений, то ли... Это я уже обращаюсь к нашему эксперту, а в студии с нами историк, археолог и кандидат исторических наук и доцент МПГУ Андрей Можайский. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья. Так вот, существование Минойской цивилизации то ли оказалось вне сомнений после раскопок господина Эванса, а кто-то говорит, что господин Эванс, это британский археолог, он изобрел фактически Минойцев, что он, в принципе, был склонен, ну, к таким, что сегодня бы назвали хайпу. Ну, или романтизация археологии. Нет, скорее нет. Скорее к привлечению огромного количества внимания к своей деятельности и подгонке, и шлифовке некоторых фактов под то, что ему было интересно. Вот всё-таки Минойская цивилизация. Вот сейчас слушают нас наши слушатели и думают, господи, где я и где Минойская цивилизация? Что мне до них? Когда это было? Зачем это вообще нужно нам сейчас? Удивительно совершенно. Вот вы сейчас как раз говорили об Артуре Эвансе, то ли он изобрёл эту цивилизацию и привлёк внимание к ней, была ли она на самом деле, и что он доказал или показал людям, то, на самом деле, вы правы во всём, о чём вы сейчас говорили. Потому что, действительно, с одной стороны, до 20-го столетия практически никто не верил, ну, так скажем, до второй половины 19-го века никто не верил в цивилизации позднего бронзового века в Греции. Потом Шлиман нашёл Микенцев и Трою. Вот. И это поздний бронзовый век. А потом вдруг Артуре Эванс находит цивилизацию на Крите, Минойцев, которые оказались ещё древнее, чем, значит, Микенца Шлимана. И это, конечно, совершенно поразительно, потому что пришлось переписывать всю историю. А в какие годы это происходило? Это, ну, весь этот процесс происходил вот с конца 60-х годов 19-го столетия вплоть до начала 20-го века. Я имею в виду даты вот этой цивилизации. А, имеется в виду Минойской цивилизации. Значит, вот этой... Тут нужно разобраться с хронологией и сказать, во-первых, что эта цивилизация зародилась спустя долгое развитие в период раннего бронзового века, в третьем тысячелетии до нашей эры. И вот к 2000 году до нашей эры она уже показала уровень государственного развития. Появились первые дворцы государства на острове Крит. И в дальнейшем она просуществовала по разным оценкам вплоть до, может быть, 1375 года до нашей эры, а, может быть, и позднее вплоть до 1250-го. То есть вот такая почти тысячелетняя история. То есть на острове Крит была развитая государственная цивилизация в то время, когда патриарх Авраам вышел из города Ур, то есть 4000 лет назад. И вот в связи с этим нам нужно прояснить и для себя, и для наших слушателей принципиальный вопрос. Мы говорим о Минойской цивилизации, как о, ну, по сути, колыбели будущей европейской цивилизации. Или мы говорим о Минойской цивилизации, как о древней культуре, которая зародилась, да, где-то на Крите, и сама в то время только делала первые шаги в сторону цивилизации. Потому что, мы это обсудим еще подробнее, но даже о происхождении самих минойцев, я так понимаю, сейчас спорят. И много очень спорных вопросов. Они известны как великие мореходы, но вроде как другие ученые говорят, что они все позаимствовали. Потом говорят, вы сказали о прекрасных там дворцах, да, говорят, что у минойцев не было, в принципе, городской культуры, да, назовем это, культуры строительства городов. Слишком такие разрозненные факты. Ну, вот здесь нужно сказать, что это, конечно, очень высокая цивилизация. И это цивилизация государственного типа. То есть происходило потребление в дворцах-государствах регионального продукта, его перераспределение. Был довольно значительный внешний дарообменный процесс. То есть, по сути, простым языком говорят, торговля с другими регионами, включая Египет. Но торговля – это очень такое современное слово. Все-таки это был дарообмен между элитами. Элита Египта там обменивалась с элитой Крита, да, с высшими слоями общества, различными благами. Была действительно масштабный обмен, наверное, даже, можно сказать, торговли металлами, потому что на Крит поступали металлы с Кипра, медь в частности, оловы из разных источников. Не совсем понятно точно откуда, потому что есть вариант, что это корнвальдское олово из территории Англии. Но также, по более поздним данным, мы можем говорить о том, что из востока тоже, быть может, даже с территории Афганистана. И все это, конечно же, вот вы сказали по поводу, была ли у них городская культура. Была. Вот, например, дворец в Кносе, который был не более двух гектар по площади. Вокруг него был огромный город. Ну, если мы возьмем 16-е столетие до нашей эры, это был город размером 75 гектар. Для бронзового века, для этого периода, мы, в принципе, еще с 19-го столетия делим историю человечества на каменный век, бронзовый век, железный век. Вот для бронзового века, для уровня того времени, 75 гектар это очень большая цифра. А численность населения в Кносе оценивали? Оценивали. Вот, опять же, смотря для какого периода мы говорим. Ну, вот об этом, например. Вот, если мы будем говорить о 75 гектар, то около 20 тысяч могло проживать. Это большой город. Это большой, да, потому что даже, может быть, больше. Потому что, ну вот если сравнивать, например, с Великой Троей, которую раскопал Шлиман в период примерно того же самого времени, то мы получим город 32 гектара. То есть Троя была вдвое меньше? Да, безусловно. Скажите, пожалуйста, Андрей, мы говорим «великая-великая-великая цивилизация», чтобы перевести в практически какое-то понимание наших радиослушателей. Что они умели реально? Вот какого уровня были ремесла, развитие судоходства, там, вот что они умели? Ну, вот просто сейчас, слава богу, уже, наверное, как год можно проиллюстрировать их уровень ремесла на примере раскопок в Пилосе. Это в материковой Греции было найдено погребение 15 века до нашей эры, относящиеся, правда, к другой, не к минойской, а уже к материковой, греческой, мекенской культуре. Но в ней были минойские вещи, потому что минойская цивилизация очень сильно повлияло именно на становление европейской мекенской культуры, потомки которой греки, и древние греки тоже. И там была найдена печать, камень агат, примерно около 3 сантиметров в длину. И, представьте себе, 3 сантиметра, да? И на нём изображены три фигуры. Одна фигура лежит, а две другие сошлись в поединке. То есть тонкая камнерезная искусство. Потрясающе! Как они смогли... Вот если вы загуглите, агат-ворьер, воин агат, то вы сразу это увидите. Это невероятно. Понимаете, там под микроскопом нужно делать, как они... 3 с половиной тысячи лет назад. Ну, получается, это 15 век до нашей эры. Вы понимаете, уровень какой-то невероятный в этом отношении, потому что фигуры в движении, у них даже складки одежды прорисованы, прочерчены. Фантастика. Да, и представляете, значит, один воин другого пытается проткнуть копьём, у него не получается, он промахивается. А тот, которого он пытался бить, берёт его за шлем, а другой рукой сверху бьёт его в горло мечом. Детализация вот такая. Невероятно совершенно. И вопрос... Вот уровень ремесла. Да, и кроме ремесла, флот — это морская держава, флот — это всегда очень дорого. Любой флот для любой страны — это национальный проект. Своей древесины, как я понимаю, на Крите не так много. То есть нужно иметь олово, медь, древесину откуда-то взять. Это всё у них, у самих не было. Это надо было импортировать. За это всё надо платить. Как они могли за это всё... Чем они заплатили за это всё? Чем, Андрей, чем? Откуда такое богатство у них было? Ну, смотрите, здесь надо привести в пример исследование британского учёного Колина Ренфрю, который в 70-е годы показал, как вообще родились цивилизации Эгейского региона. И он показал, что вот в неолитический период, это финальная фаза каменного века, значит, ну, чем люди занимались? То есть скотоводство, причём мелкий рогатый скот, козы, овцы, вот. Хлеб выращивали, ну, ячмень, другие зерновые культуры. И вдруг к переходу в период бронзового века у них появляется, они разводят оливы, а домашняя, так сказать, доместикация произошла, оливковое дерево, и виноград. То есть оливковое масло и вино. Таким образом произошло определённое разделение труда, и они стали специализироваться на вине и оливковом масле, вот эти цивилизации Эгейского региона. Качество было очень хорошее, и вина, и оливковое масло. Это позволяло им торговать над вину? Да, значит, действительно. Какой-то неравноценный обмен. Правильно, так и называется, неэквивалентный обмен. Просто у тех цивилизаций, у которых это в таком качестве, количестве не было доступно, они, вот, ну, парфюм, например, да, он же тоже с использованием оливкового масла делался. И специальные сосуды поставлялись с Крита, потом позднее с территории материковой Греции, где уже развилась мекенская цивилизация. Очень дорогое вот это масло и парфюм поставлялся и на Ближний Восток, и на Кипр. Это подобно тому, как в средние века страшно оценились специи с Востока, на этом делались огромные состояния. Я напомню нашим слушателям, что в студии с нами историк, археолог, кандидат исторических наук и доцент МПГУ Андрей Можайский. Вы можете присылать свои вопросы в WhatsApp и Viber для Андрея 8 925 222 99 92. Говорим мы сегодня о Минойской цивилизации, но раскроем парочку мифов, реальностей. Вот хочется у вас спросить, как вам кажется, уважаемые слушатели, Атлантида, это все-таки мифологическое государство, мифологический город или это реальность, которая, к сожалению, когда-то перестала существовать. Мы чуть позже этот вопрос Андрею зададим, попросим все объяснить, а вы пока пишите сообщение и высказывайтесь, как вы считаете. Я хочу продолжить, просто просят наши слушатели по поводу кораблестроения, по поводу флота. Вот вспоминаем мифологию. У минойцев, опять же, если я ничего не путаю, я надеюсь, что не путаю, я пятерку получила в институте по этому вопросу. У минойцев внушительный флот для охраны берегов, для отпора набегом бандит-пиратами, их можно называть? Конечно. Пиратов. Пираты Эгейского моря. Пираты Эгейского моря. Укрепленные форпосты, которые существовали по всему побережью Средиземного моря. Но что нам говорят древнегреческие мифы? Мрачные истории о царе Миносе, царе, имя которого стало именем цивилизации, названием критской цивилизации. Говорят, что он правил во всем Средиземноморье с железной рукой, был там страшным тираном, и что на Крите существовало страшное воинственное... Ну, это фактически Крит был с такой одной большой казармой, и Минос, значит, отправлял свои войска железной рукой. Опять же, ну, тут я тоже не очень понимаю, не складывается. Дворцы, как я понимаю, были неукрепленные. При этом, если мы говорим о форпостах Средиземного моря, нет никаких данных о том, что минойцы приходили именно как захватчики в эти места. Опять у меня какая-то единая картинка не складывается. А вот давайте попробуем разъяснить этот вопрос. И я еще добавлю в догонку, и получается, Дедал по заказу Миноса строит лабиринт для Минотавра. Это все эти события, которые мы изучали в наших мифах, в детстве читали греческие мифы. Вот это все события, связанные с Критом. Ну, смотрите, любой миф, конечно, имеет под собой определенные исторические реалии, но они могут быть очень сильно видоизменены. И опять же, мы должны понять, о каком времени идет речь. Развитие минойской цивилизации было длительным. Был первый дворцовый период вплоть до 1750 года, с 2000 по 1750. Потом землетрясение разрушило первые дворцы. Потом, это то, что мы знаем по археологическим данным, потом был второй дворцовый период, потому что на этом же месте дворцы выстроились еще больше. И вот о них мы знаем гораздо больше уже, о вторых дворцах, потому что, да, они ведь перекрыли первые строительные остатки. Естественно, о них мы знаем больше. Эта цивилизация, так скажем, эти дворцы гибнут, опять-таки, от землетрясения около 1550 года. И затем минуицы, мекенцы, простите, так скажем, протогреки из материковой Греции, захватывают Крит и правят из Кноса всем Критом, из Кноского единственного дворца уже, который функционирует, так сказать, в постдворцовый период, до, может быть, 1250 года до нашей эры. А все мифы о царе Миносе, о флоте, об Икаре и Дедале, о Минотавре, это мифы, которые мы знаем по источникам гораздо более поздним и литературным источником так называемого архаического и классического периодов, там, с VII по IV век до нашей эры. Вы знаете, господин Эванс, с которого мы начали наш разговор, не он ли подкрепил своими громкими заявлениями некоторые из этих мифов? Он же, когда откопал дворец, он вдруг нарек его лабиринтом Минотавра. А вот здесь совершенно правильно, мы как раз возвращаемся к тому, с чего вы, Анна, начали. Поскольку вы сказали о том, что он многое, возможно, придумал. Он создал картину, которую показал всему миру. А сейчас исследователи, в принципе, потихонечку эту картину начинают развенчивать. Ну, значит, что касается Миноса и правления. Понимаете, Артур Эванс, взяв эти мифы гораздо более поздние, которые могут относиться и к другому времени, или они могут относиться к концу второго дворцового периода, условно, к 15-му столетию до нашей эры. Но они могут не относиться к 2000 году, к 19-му, к 18-му веку до нашей эры. Кто его знает? Потому что, понимаете как, вот, например, если мы возьмем систему власти. Вот Эванс посмотрел, дворец в Кносе раскопал, а там тронная комната и трон стоит. Ага, подумал Эванс. Наверное, здесь царь сидел. Ну или царица на худой конец. А, значит, у нас мифология говорит о царе Миносе, значит, царь. Замечательно. Ну, смотрите. Я откопал трон Миноса, да? Да. А, ну, понимаете, при этом, если мы посмотрим на изображение, на фрески, никакой фигуры царя, никакой фигуры какой-то вот облеченной властью, которую мы бы сказали, вот он, правитель, изображен, мы не видим. Как у тех же египтян, которые рисовали своих фараулов. Конечно. И это большой вопрос. Значит, кто, собственно говоря, правил? С другой стороны, изображение женщин. Может быть, всё-таки царицы. Одна версия. Потом ещё одна версия. Друзья мои, ведь религия играла значительную роль в этом обществе, в критском. Так, может быть, на самом деле на этом троне сидела, как ряд западных исследователей считает, например, жрица или жрец, скорее жрица, учитывая, что великая богиня, которую они почитали, всё-таки женское божество. Кстати, по поводу религии, это очень большой такой пласт, который тоже сегодня хотелось бы чуть-чуть затронуть. Слушатели тоже спрашивают. Я просто ради иллюстрации для наших слушателей, вот Андрей подкорректирует, если я что-то неправильно изложу, о том, как господин Эванс и, я не знаю, можно ли сказать, и же с ним нанятые им специальные люди подгоняли иногда факты под то, что было интересно. Ну, там художники были. Не важно. Раскопали дворец, фрески. Да. В плачевном состоянии фрески, ну, я так понимаю, воздух там, да, какой-то специфический, в общем, мало что сохранилось. Прибыли на крит швейцарские художники, модернисты, Желерон, Эмиль Желерон старший, Эмиль Желерон младший, отец и сын, которые стали главными реставраторами Кноса. Правильно? Я не ошибаюсь с этим. И с согласия с одобрением господина Эванса они развили бурную деятельность. Результаты этой деятельности наши слушатели могут посмотреть, набрав в Гугле, там, в Яндексе, где угодно, фреску «Принц Лилий». Да, то есть, просто объясню, остатки, которые обнаружили... То, что осталось от этой фрески, то, что увидели Эванс и господа Желероны, это такая шапка из перьев, и парочка, троечка, там, часть на бедро, часть руки. И, в общем, превратилось это в прекрасного такого, я не знаю, практически в танцы принца в восхитительном головном уборе. Это к вопросу о... Дорисовали. Его еще называют царь-жрец. А, царь-жрец. И, в догонку, вопрос про религию, культ быка, минотавр. Тавр. Некоторые... Из Анатолии. ...утверждают, что это чуть ли не влияние, и что это пришло из Вавилона, оттуда. То есть, переселение народов, которое началось из тигра, и фрата, из колыбели цивилизации, через Ливию, и дошли до Крита. И культ быка — это оттуда, из древнего Вавилона. Хорошо. Значит, сначала по поводу первого момента, да, по поводу вот этого принца Лилии, царь-жрец и так далее. Действительно, это фрагментарная фреска. Вообще с ней очень много непонятного. Мы видим головной убор, что все-таки это какая-то фигура статусная. Может быть, жрец, может быть, еще кто-то. Но, понимаете, видимо, под влиянием искусства египетского в минойском искусстве женщина изображается белой кожей, а мужчина красноватой кожей. Вот здесь у этой фрески кожа такая бледно-розовая, такого плана. Вообще непонятно, женщина это или мужчина. И одна из версий вообще, что это на самом деле какая-то гимнастка, в том числе участвующая в играх с быками. Просто вот у нее такой неопределенный пол и груди нет. А так, скорее, это женщина. То есть вообще непонятнейшая фреска. Куда ее отнести? Дебаты абсолютные. Если бы у нас были бы письменные источники, которые нам написали, вот это то, это и это, мы знали бы, как интерпретировать. А представьте, мы ее раскапываем и находим фрагмент. То есть что мы можем сказать? А минойскую письменность мы не расшифровали. А вот эта другая фреска, я простите, которая называется «Дамы в голубом». Да-да-да, «Ladies in blue», как бы я вас назвал. Наши слушатели тоже могут посмотреть в интернете «Дамы в голубом». Ее восстановили в середине. Это фреска процессии. Процессии принесения даров божеству. Они потом, эти фрески, похожие, стали воспроизводиться уже в греческом, мекенском искусстве позднего бронзового века под влиянием как раз минойского крита. Это достаточно распространенная фреска вообще в бронзовом веке в этом отношении, в среднем и позднем. Был вопрос у Дмитрия как раз по поводу культа быка. Вот здесь, опять-таки, нам нельзя смешивать периоды истории Крита. Есть первый дворцовый период, как я говорил, с 2000 по 1750. Там вообще этого культа быка не прослеживается. Практически. То есть более раннего периода. Это то время, я просто уточню, когда минойцы не строили никаких грандиозных храмов, там мы не сравниваем с... Ну, храмов грандиозных они в принципе не строили, так скажем. Когда они поклонялись... А дворцы были, ну, первые. Первые дворцы. Поклонялись богам, которые живут с ними здесь вместе в реальном мире. Или это я одно с другим думаю? Нет, они поклонялись... У них есть три типа святилищ. В принципе, они уже в первый дворцовый период, о котором мы только что сейчас говорили, что там нет, так сказать, культа быка. Это пиковые святилища, их так называют. Они в горах, но они не обязательно на пиках. Они, так сказать, в доступном месте, чтобы было обозревать поселения внизу, которые ходят туда молиться. Потом в пещерах святилища глубоко. Ну, представляете, это уже само по себе должно было, так сказать, некоторый пиетет вызывать у молящихся. Они идут глубоко в пещеру, там сталагмиты растут снизу вверх. И святилища, в принципе, городские или ряд культовых комнат во дворцах. Вот поэтому это была развитая религия. Ну, вот в пиковых святилищах мы находим там статуэтки глиняные в основном. А вот, например, в пещере, там, наверное, больше элитарные поклонения, потому что там бронзовые статуэтки мужчин, женщин, животных. Да, это более дорогое, да. Ну, тут много интересных вещей. Вы знаете, самое страшное, что невозможно, а точно, но не на, так сказать, широком формате, не на большом уровне, они, похоже, практиковали человеческие жертвоприношения даже. И поэтому это отголосок... Вот мы находим мифы о Тесеи, когда надо было... Вполне вероятно. То есть вот это... Да, но здесь миф о Тесеи... Ну, это не нонсенс, наверное. Ну, здесь два случая всего. Значит, в одном пиковом святилище значит, четыре тела обнаружено, трое явно погибли при землетрясении, их завалило, а четвёртый лежит на таком постаменте, можно сказать, на площадке типа алтаря. И в скорченном положении, как будто он был связан, и между его костей найден бронзовый нож. То есть вот таким вот образом. Второй случай, ещё страшнее, не буду о нём рассказывать, он связан с детьми и каннибализмом. То есть вот таким вот образом, да. Андрей, мы чуть-чуть заговорили о письменности, о линейной письменности тип А, да? Да, совершенно верно. Во-первых, пожалуйста, объясните, что это такое, потому что название я знаю, но что такое тип А, я не понимаю. А тут, понимаете, какая ситуация? Значит, линейное письмо А существует, и существует линейное письмо Б. Вот линейное письмо А, оно критское, минойское, и оно до конца не расшифровано, вернее, большая его часть не расшифрована, потому что, ну, понятно, что по аналогии с расшифрованным письмом, линейное письмо Б, которое пользовались Микенсоны на материковом Греции, его расшифровали вот это линейное письмо Б, потому что существует современный греческий язык и древнегреческий язык, которые потомки вот этого протогреческого языка, на котором говорили в материковом Греции. Поэтому Вентрису и Чезвику, это двум исследователям, удалось расшифровать эту письменность, но это греческая письменность материка. А минойский крит, это письмо, линейное письмо А, предшествующее, так сказать, Оно не расшифровано, потому что мы не знаем, какой современный язык потомок вот того языка. Единственное, по аналогии с расшифрованным письмом Б, мы можем сказать, что это административная письменность для административных нужд, ну, что хранилось во дворцах, какие продукты куда нужно отправить. Налоги. Да, вот такая письменность, она силабическая или слоговая, да, то есть один символ означает один слог. То есть, например, слово там из трёх символов состояло, да, и так далее. Вот это вот такая письменность, линейное письмо А, она известна с около 1700 года до нашей эры. Вот примерно так. Андрей, но правильно ли я предполагаю, что если не расшифрована письменность, мы не можем, пока не расшифрована письменность, мы не можем точно утверждать об этническом происхождении народа. Предполагать можем, и сегодня, когда есть генная инженерия, наверное, по останкам... Да, данные палеогенетики вы имеете в виду. Насколько это возможно воспроизвести. Предполагают, опять же, что жители были потомками Балканского полуострова или Малой Азии, что не пришли на Крит из Египта или Финикии. Вот какие предположения палеогенетика сегодня опровергла или подтвердила? Ну, смотрите, значит, точно сказать мы можем о мекенской цивилизации, что это уже даже по лингвистическим данным, да, что это потомки... Ой, не потомки, а предшественники современных греков и древних греков. А вот с Минойским Критом непонятно. Лингвистика нам здесь ничего не даёт, мы не можем расшифровать, мы не понимаем, чьи это корни, к какому народу они относятся. Относятся они к индоевропейцам, да, к которым относятся большая часть населения Европы, славяне и так далее, греки, те же самые, или не относятся. Но, значит, вот вы упомянули о данных древних ДНК. Как это делается, значит, как их получают? Исследуют погребения, костяки на разных территориях и смотрят, какой получается результат, какой ближе к какой территории, и мы можем понять миграцию населения таким образом. По захоронению. Да, по материалам захоронения, да, и по выделению АДНК, так скажем. И вот, получается, по одному пока ещё противоречивому исследованию, одному из последних исследований, требуется подтверждение, ещё повторные исследования и так далее. Это ещё, в принципе, в науке сложно сейчас точно утверждать, но косвенно мы можем предполагать, что действительно и греки с материка, и кретяне-минойцы пришли на эти места, на места своего обитания из Анатолии, то есть по большей части из территории современной Турции. Вот оттуда. Вот такие данные пока есть, да. В принципе, это коррелирует с прародиной протоиндоевропейцев. Вот, с прародиной индоевропейцев, простите, оговорился. Вот, которые сейчас наиболее всё-таки гипотеза научно обоснованная, то, что их прародина это Анатолия. То есть этот народ не автохтонный, да, на этой территории, они пришли когда-то? Скорее всего. Ну, опять же, я очень осторожно это говорю, потому что нужно дополнительные исследования проводить. Хорошо, но тогда могу сейчас ошибаться, и все мои теории могут быть какими-то глупыми, но вот поселенцы приходят на острова, почва, надо уметь её возделывать, обрабатывать, надо уметь с ней обращаться. Море. Надо уметь строить корабли, хотя бы какие-нибудь утлые латчонки, чтобы что-нибудь... Нужно иметь пассивной материал, нужно иметь инструменты, технологии, знания, вот это всё, это огромное... Нужно иметь, нужно понимать, какие зерновые культуры, да, могут расти в этих условиях. То есть прийти на это место должны были уже очень подготовленные люди. Ну, здесь никаких секретов и проблем нет в том плане, что, в принципе, земледелие на Балканах, к примеру, появляется около 7-го тысячелетия до нашей эры. Это довольно раннее земледелие. 9 тысяч лет назад. Да, потому что, ну, одно из самых ранних земледелий, ну, это Ближний Восток, там, культуры докерамического неолита Анда, к примеру, на территории Палестины, и Эрихон знаменитый, да, вот город, вот он как раз, он в 8-м тысячелетии имеет стены. 10 тысяч лет назад. Да, то есть эти люди уже занимались земледелием. Поэтому нет ничего удивительного, что в смежных регионах чуть позднее тоже это возникает. А что это было за общество, Андрей? Насколько... Вот обычная, просто бытовая жизнь. Что это были за люди? И я сейчас не беру вопросы выживания, да, вопросы выращивания урожая или там рыбной ловли. Повседневная жизнь обычная. Ну, например, мы смотрим какие-то тоже древние, опять же, насколько мы можем по ним судить, древние фрески изображают каких-то свободных женщин в элегантных... Можно ли это назвать платьем? В элегантных одеждах, платьях, чуть ли не с макияжем. Женщины, которые наслаждаются... Точно с макияжем. Спасибо, Андрей, с макияжем. Женщины, которые наслаждаются какими-то общественными торжествами вместе с мужчинами, принимают участие в спортивных мероприятиях. То есть по... Ну, опять же, можно ли судить по отношению к женщине, об уровне цивилизованности общества? Уровне эманслипации такое можно, да. Создается впечатление, что очень высокий уровень какой-то внутренней организации, бытовой организации общества. Вне всякого сомнения. Причем здесь опять-таки надо опять смотреть на периоды. К примеру, ну, во-первых, фрески изображают все-таки высший слой. И эти женщины, они принадлежат к высшему слою. Вокруг этих дворцов с фресками, где этот высший слой присутствует, есть поселения, города, довольно крупные для позднего бронзового века, от 20 до 70 гектар, как я вам говорил, да, вот, и есть деревушки. Там много, действительно, много поселений. Вот как это общество все было организовано. Сначала, ну, вот есть, допустим, крупные дворцы, мы можем перечислить, Кнос, Фест, Малия, Катазакра. Вот их четверо. Четыре самых крупных, так скажем, дворца. И, конечно, мы можем предположить сначала, что вот Крит был поделен на четыре таких дворцового государства. Дворцы контролировали поселения городские и деревенские. И вот так. Но сейчас возникают большие вопросы по этому поводу, потому что в последние десятилетия археологи находят малые дворцы. И возникает проблема подчинения, соподчинения, было ли оно или нет, вот этих малых дворцов, крупным этим дворцам. Если мы примем трактовку, что вот эти вот царства Критские были такими теократиями, религиозными центрами, то тогда, возможно, и не было вот этого давления крупных дворцов на более мелкие. И они были все самостоятельными до какого-то периода. Ну, по крайней мере, до второго дворцового, когда Кнос явно возвышается среди всех остальных. И вот, опять же, здесь уже было затронуто, что Эванс нарисовал нам картину общества такого ненасильственного, невоенного, якобы нет фортификации и так далее. Вот это сейчас уже очевидно, что это не так. Значит, насилие всегда там было. Даже ранние захоронения первого дворцового периода мужчины с оружием, с кинжалами, во второй дворцовый период с мечами, фрески на Акротире, на острове Фера, рисуют нам столкновения на суше и на море. Но все равно, наверное, из-за своей изолированности они вот чисто технически воевали меньше, может быть, чем их соседи. Между собой. Тоже, опять-таки, в конце первого дворцового периода, вот один из дворцов разрушен, малых дворцов, вполне возможно, за него бились крупные дворцы Фест и Кнос. То есть это насилие было постоянно. Другое дело, что в конце периода они больше предпочитали... У них были укрепленные места в горах. Им не нужно было защищать свои дворцы. Если какая-то угроза, они в конце, так сказать, позднего... Ну, в конце среднего бронзового века, к 15-му столетию и позднее, у них были свои укрепленные места в горах, если на случай нападения. Еще раз здравствуйте. Это программа «Российский радиоуниверситет». В студии Дмитрий Кононыхин, Анна Дворецкого. И наш гость, историк, археолог, кандидат исторических наук и доцент МПГУ Андрей Можайский. Андрей, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Фантастический идет разговор. Ты напомни слушателям. Да, потому что мы прервались сейчас на моменте структуры и как выглядело общество древнего Крита. Напомню, что мы говорим о событиях четырехтысячелетней, трех с половиной тысячелетней давности. И вот все мифы, которые мы привыкли понимать, как мифы о Дедалии и Икаре, о Минотавре, о Тесее. Это вот эта реальность, о которой сейчас открыли археологи. И мы говорим о Минойской цивилизации на острове Крит площадью 8 тысяч километров посреди Средиземного моря, которое лежало на пересечении потоков торговых, цивилизационных, и по отношению которых предки современных греков были варварами. Что там сейчас? Что осталось от этой цивилизации? Я почему задаю этот вопрос, объясню, насколько то, что мы видим сегодня, похоже на то, что было когда-то. Вот когда начал свои раскопки господин Эванс, которого недобрым словом мы сегодня помянули. То, что мы видим сегодня, восстановленное, возведенное фактически, может быть, возведенное заново. Как вам кажется, как вы, как археолог, как историк, смотрите на такое создание, по сути, туристического аттракциона? Ведь даже что там было про колонны, по-моему, Эванс ведь не находил никаких колонн. Он нашел лунки, что ли, от колонн? Да, правильно, потому что колонны были деревянные, по большей части. И поэтому, ну, действительно, мы представляем себе, как они были раскрашены красным с черным, потому что остатки сохранились все равно незначительные совершенно, но можно было их реконструировать. Вот так, в основном, да, действительно, углубление под колонны он находил в этом отношении. Но часть, значит, архитектурных комнат имели и залы, минойские залы, это, так сказать, во дворцах, они имели в том числе и каменные колонны. Остатки их тоже есть. Андрей, прошу прощения, я правильно помню, что особый облик, такой несколько бочкообразный греческих колонн уже позднее, они имеют не строгую цилиндрическую форму, а чуть бочкообразную. Это, по сути дела, со всеми этими пилястрами. И вот сверху колонн, это то, что греки делали из мрамора, это они, по сути дела, изображали деревянные колонны, которые когда-то были в греческих и, возможно, минойских храмах. Действительно, греческая цивилизация более поздняя, это классическая Греция, о которой мы говорим, да, ей предшествовал ранний Железный век, и там были здания с деревянными колоннами. И это вот известное здание в Левкандии на острове Евбея X века до нашей эры. Вот. Также и вот в более ранний период, начиная с Крита, колонны, конечно, использовались в архитектуре, вне всякого сомнения. Но более поздняя классическая греческая цивилизация, она все-таки совсем другая. Так скажем, они восприняли какую-то свою устную традицию героического прошлого, и так воспринимали это героическое прошлое, мекенское и минойское, вот так вот скажем. Но в целом цивилизации были иные. Вот. А, конечно, если мы будем с вами говорить о минойском Крите и об этом обществе, то можно сказать, что это было комплексное общество, предвосхитившее развитие мекенской цивилизации на материке. Но эти мекенцы потом, по иронии судьбы, отплатили недоброй монетой минойцам и захватили этот минойский Крит в 15-м столетии до нашей эры и правили им из Кноса. По крайней мере, археологические данные говорят за эту интерпретацию, потому что в Кносе обнаружен архив линейного письма Б, уже мекенского. То есть администрация ввела свои дела уже на греческом языке материка. Вот. И плюс поменялись, ну, определенные погребальные традиции, так сказать, они стали больше минойскими, простите, мекенскими, да, материковыми. То есть на смену минойской цивилизации пришла мекенская. Вот таким вот образом получилось. И они и во внешнем мире заняли место минойцев, и в контакте с Египтом, с Ближним Востоком, Кипром и так далее. То есть вот так вот цивилизация не стояла на месте. И прежде чем мы начали говорить об Атлантиде, да, то маленький короткий вопрос. Вот это общество, что там было? Правители, было ли там рабовладение, ремесленники, жрецы? Вот структура общества, мы понимаем, как оно было? Мы понимаем по большей части общество конца второго дворцового периода и постдворцового, уже когда мекенца завоевали. Вот это мы более-менее понимаем. Да, действительно, здесь возможны были реальные правители, вожди, когда мекенца завоевали это уже однозначно. Там действительно был, так скажем, Ванако-царь, да, линейные письма Б, именно так называются, цари Ванако. И были приближенные аристократы-воины, как бароны средневекового времени. На Крите, по-видимому, аристократки-женщины занимали высокое положение. Конечно же, жрецы и жрецы были. Мы их видим на различных изображениях, на перстнях они изображаются. Мы не знаем насчет рабов. По крайней мере, в мекенской цивилизации, на материке, которая как бы сменила Минойскую, были только рабыни. В записях табличек с линейным письмом Б часть рабынь попала в государство Пилос, на материке, мекенское государство Пилос, попало с территории Малой Азии, значит, современное гейское побережье Турции. Но не мужчины. Упоминаются женщины и их дети, а мужчин нет. Но мы можем представить, что они были убиты, поскольку боялись восстаний. Вот так вот. Все это крайне интересно, скажет нам наш пытливый слушатель. Но где же все-таки Атлантида, которую вы обещали? Кстати, если прикинуть пропорцию сообщений, которые прислали наши слушатели в WhatsApp и Viber, предполагают, что Атлантида это все же миф, а не реальность. Ну, принято называть Атлантид, как в нашей обыденной жизни, когда говорят Атлантида, всегда где-то рядом стоит слово миф, легенда, мифический город, потерянная цивилизация. Либо это вообще философская концепция Платона. Да, Платон, опять же, кто первым представил миру, так скажем, концепцию об Атлантиде, все-таки Крит и Минойская цивилизация с частично уничтоженным вулканом, островом Санторини. Санторин, Санторини. Древняя Фера. Совершенно верно. Вот. Это Атлантида. Потому что огромное количество предположений, так или иначе, научно или ненаучно, я уж не знаю, можно ли это назвать доказательством. Что значит сейчас наука? Давай так спросим. Да. Есть предположения огромное количество. Действительно. И много спекулятивных. Да. Нам надо бороться с шарлатанством. Давайте бороться. Я сейчас и начнём. Это российский радиоуниверситет, мы здесь боремся с шарлатанством. У нас не так много времени остаётся, поэтому, собственно, вам слово. Ну, попробуем кратко. Значит, действительно, Платон в двух диалогах, Тиме и Критии, описал вот это общество Атлантиду, которое, конечно, явно сильно, вот сама Атлантида сильно преувеличена в размерах, потому что куда бы мы её ни помещали, он говорит о том, что она больше Азии и Ливии вместе взятых. Вот. Потом ситуация следующая. И, конечно, тут я, Дмитрий, с вами согласен, что такая философская нравственная концепция, поскольку у него, видимо, были какие-то назидательные причины об этом писать. Он не собирался писать историческое произведение, мне всякого сомнения. Вот. Есть противоречия даже в этих двух диалогах, в его сообщениях, в сообщениях Платона. Теперь, значит, смотрите, значит, это у нас 4 век до нашей эры. И прошу прощения, а только ли Платон писал об Атлантиде? Не только. Есть упоминания и у других авторов, в основном более поздние. Но ситуация такая, что, конечно, действительно, большинство деталей, известно нам, именно из сообщений Платона. Но смотрите, значит, давайте разбираться по источникам. Это 4 век до нашей эры, да, и далее. В 4 веке, в 373, если не ошибаюсь, году до нашей эры, на глазах Платона произошла гибель древнегреческого города Гелика на Каримском перешеке. За одну ночь город ушел под воду в результате крупнейшего землетрясения. Поэтому он мог и это отразить в этом мифе, то, что он, по сути, чему он являлся свидетелем. Потом, значит, что касается Минойского Крита и Феры и Санторини. Тоже эта гипотеза имеет право на существование, выдвинула ее, что это Атлантида, Фера, собственно говоря, что в мифе об Атлантиде идет воспоминание о трагедии на Фере, сначала о землетрясении, потом о извержении вулкана, и гибели города Акротири, который был найден, это уже не древнее название, данное уже исследователями, да, который был найден и исследован в дальнейшем, значит, греческими археологами, особенно Спиридоном Маринатаса. И в 1939 году он выдвигает эту идею, что это как раз и есть миф об Атлантиде, что это Акротири. Андрей, ну а вам-то как кажется? Вот вы как археолог, как кандидат исторических наук, и, главное, доцентом по Гоуту и Гвардусу, кажется. Вы что, еще не просто так человек. Сколько лет вы работаете на раскопках? Шесть. Последние шесть в Фивах в Средней Греции. И до этого еще в других местах. Так вы как что думаете? Ну, для меня это миф, который имеет под собой какую-то реальную историческую подоплеку, но там очень много пластов. И да, действительно, воспоминания о катастрофе на афере могли как-то отразиться в этом. Плюс реальные события, то, что такое возможно, что город может оказаться под водой Гелика, конечно, это отразилось. Там же в этом мифе идет сражение Афинин с жителями Атлантиды. Это воспоминание о Пелопонесской войне. Все наши слушатели, которые проголосовали за то, что Атлантида, в общем-то, миф, могут поставить себе какую-то виртуальную галочку. Если уж не на 100%, то так или иначе... Это сильная видоизмененная реальность. Реальность. Спасибо вам большое. С нами в студии был историк, археолог, кандидат исторических наук, доцент МПГУ Андрей Можайский. Мы говорили о Минойской цивилизации, которую, наверное, можно называть колыбелью всей европейской цивилизации. Спасибо большое. Это была программа Российский радиоуниверситет Дмитрий Кононыхин и Анна Дворецкого. Спасибо всем. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!